Так, раннее утро и мы с вами отправляемся в путешествие по Сейшельским островам. Так, я сейчас подхожу к парому, здесь где-то должна стоять группа русских туристов. Какая-то проблема у Сейшельского. Итак, паром наш отправляется, спину у меня просто шикарнейшие гиды, я боюсь камера не передаст. Мы идем на остров, я вот честно говоря помню, то ли ладик, то ли, как русские туристы его называют, праздник, да, место называет его прали. Менец сумасшедший. Красота, Боря. Итак, друзья мои, наша первая океаническая часть, я могу сказать, подходит к завершению, да? Она длилась где-то около часа. Сейчас мы подходим к острову Урали. Я хочу сказать, что не все благополучно вынесли эту часть путешествия, потому что некоторые страдают морской болезни. То есть периодически стюард гонил, разносим какие-то пакетики, да? Но не будем о грустном. Длительность путешествия, морская часть, где-то около часа. Периодически нас обдавал такой, знаете, океанический бриз. С прызгами все это попадало на очки и все это было так здорово. Вообще сумасшедший ветер. Парон состоит из трех баллов. Нижний парон, бизнес-класс и ветер. Где мы сейчас с вами находимся? У меня уже был опыт путешествия, как бы, на паромах океанического класса. Я знал, что я видел с ним достаточно хорошо, поэтому я поднялся наверху. Я видел с ним. То есть впечатление очень и очень отлично. Итак, сейчас мы с вами пойдем на остров Тали, который не обладает, как остров Майя, такой развитой инфраструктурой. Но, тем не менее, здесь находится очень хороший парк какой-то. Да, может, меня подойдет поспориться. Пойдем. Итак, прогулка наша продолжается. Мы сейчас с острова Прали. Программа немножко поменялась. То есть мы на Прали на обратном пути остановимся и будет обзорная экскурсия здесь. Сейчас мы передвигаемся на следующий остров. Вот, видите, табличку меня так выдали. Остров Владимирский. Я думаю, что мы посмотрим с вами сейшельских знаменитых морских черепах. Не морских, а сахарных черепах. Здесь, естественно, уже на этом пароме, если мы шли на Прали на пароме где-то около часа, то здесь он находится совсем недалеко. Где-то нам сказали, что минут 15 мы будем с вами идти до острова Владимир. Вперед. За впечатлениями. Итак, мы с вами находимся на острове Владимир. Здесь есть самый фотографируемый пляж в мире. И мы его посетим. Вот такой у нас трансфер на острове. Вперед. Вперед. Работает. Вперед. Вперед. Ну, такая вот красота тут кругом. Экзотика полным ходом прет. Не березовая роща, да, а пальмовая. Сейчас мы будем пробовать кокосовый сок. На самом деле, кокосовое молоко, это несодержимое, которое находится вот здесь внутри, это сок. Кокосовое молоко, это вот это вот белое вещество, вот это вот, то, что в баунте у нас, натирают, да, а потом выжимают. Вот это получается кокосовое молоко, оно киснет точно так же, как и обычное молоко. Все, что продается в России, все, что продается в России, это уже концентрированное, потом разбавленное, в общем, совершенно не то. Итак, смотрите, здесь вот это, вот видите, красивая какая корова, да, вол, волынь. И здесь, пойдемте посмотрим, вот он крутит вот эти жернова, и в эти жернова выдавливают кокосовое масло. Ну, оно такое, копчено-соленое. Копчено-соленое. Класс! Вкусно-вкусно. Да, ну, осторожно, только много не надо. На вкус это масло такое, копчено-соленое. Говорят, очень хорошо для похудения. Тут же прям сидит вот такой вот дядька и продает это кокосовое масло, которое вот этот вол сейчас отжал. Супер! Надо доставать, поэтому его ножиком вот так вот, полосочки. Из этого состояния вот приводят вот такое состояние. Будем пробовать. Ну, вот смотрите, сейчас мы с вами находимся в печке, где сушат кокосы. Для того, чтобы делать масло. И что-то кокосовое масло. Ну, я так понимаю, что вот это вот фигня и жар. Да, просто топит, например, тепло, а здесь, да. А вот так-то отопить-то где-нибудь. Это не вентик рубах. Ну, да. Вот у меня сейчас на заднем плане сидит местная девушка и очищает эти орехи. То есть это происходит вот следующим образом. Смотрим. Секунда, и он очищен. Ну, вот сразу же здесь вы видите представленную продукцию, которую здесь изготавливают на этой фабрике. То есть это кокосовое масло различной концентрации абсолютно. Ваниль, да, который добавляет пищу. Ну, и, соответственно, еще и специи дополнительно. То есть туристы сразу же налетают, скажем так. Хотя все то же самое можно купить и на Маэ, и дешевле. Сейчас за моей спиной находится дом. И не знаю, насколько это действительно и недействительно, но говорят, что картина Эммануэль снималась именно вот в этом доме. Ну, пойдемте посмотрим, что там, да, как там. Да, обратите внимание на болт этого мальчика. Судя по этой скульптуре, Эммануэль может быть действительно снималась здесь. Давайте пойдем внутрь посмотрим. Ну, дом такого колониального стиля британского. Давайте зайдем в спальню Эммануэль. Я уж не знаю, постельные сцены снимались здесь или нет. Не помню. Здесь они и снимались. Таблички с пояснениями. Ну, видите, мы с вами тоже приобщились к истории. Здесь, видимо, тоже снимались постельные сцены. Да не одна. Спален здесь достаточное количество. Наши туристы, видите, снимаются сразу же здесь. да судя вот по этой вот по этой вот скульптуре такой выдающийся скульптуре да я предполагаю что мануэль действительно снимал собственно говоря как и как и везде индустрия туризма здесь развита очень сильно хорошо поэтому вот сразу же в этом доме в котором мы сейчас были с вами который снимался фильм эмануэль в этом же доме внизу на цокольном этаже находится такая выставка продажа всевозможных сейшельских сувениров ну не будем обсуждать здесь цены люди зарабатывают как только могут по-разному здесь есть картины да вот давайте подойдем вот картины с морской тематикой всевозможные да рыба здесь символ как бы сейшел да то что мне кажется если бы не приехали британские колонизаторы они до сих пор бы занимались рыбалкой жили бы под кокосами рыбалка для них это норма это естественно это основной вид заработка черепахи до всевозможные сумочки тарелочки здесь есть символ сейшельская черепаха здесь находится не знаешь таких материалов она изготовлена но кокос вот сейшельский то что ставят штампик на въезде на загранпаспорт да уже присутствует на гербе шляпу да вот они сейшел и шляпу наши туристы возмущаются по поводу ценовой политики ну здесь уже ну и наконец-то мы с вами подобрались для меня к самому интересному вообще месту то есть меня менее интересовали здесь картины меня больше интересуют здесь именно животные то есть все вы знаете что я биолог да люблю животных вот они местные сейшельские черепахи то есть вот видите тут их целое стадо этих черепах попробуем их покормить вот видите она идет сейчас к нам она увидела она уже знает это давайте мы ее сейчас угостим видимо и хорошие видимо надо разломать сейчас я разломаю сейчас я сейчас жду вас подождите вот видите да и вот здесь вот здесь еще вот здесь они вообще просто огромные эти черепахи он посмотрите какой танк ползет это просто супер вообще итак нас нам разрешили зайти внутрь да давайте познакомимся это это знаменитая черепаха тортила которая снималась в фильме буратино вот это реальный какой-то танк вообще просто нереальных размеров это кобелек он страшный но медленный просто нажми на кнопку и все я все открыла держи дружище так вот вот мы подружились сейшельскими черепахами вот такой красавец ну вот и как знаете что вот сам в самом путеводителе было сказано что мы увидим самый большой валу гранит на который сейчас на фоне находится там где черепахи были его было видно хорошо сейчас будет видно хорошо продолжение еще вот он на следующий год еще на гавайи съездить я думаю вот это вот там по-твоему каждый остров каждый остров а сейчас мы с вами находимся на плантации ванили то есть вот так вот растет именно посмотрите это ванильные деревья сейчас мы с вами находимся на острове ладик на одном из самых экзотических пляжей как сказали мне в мире посмотрите на эту воду на чистоту на прозрачность этой воды индийский океан красота я даже не знаю как вам описать всю красоту которую я сейчас здесь наблюдаю камера вряд ли может передать вот эти валуны вот эта чистая вода да заслужите доверие и уважение у вас все получится заслужите доверие и уважение у вас все получится изма она поражает своим разнообразием здесь сервис достаточно такой распространен и продают бананы кокосы good peace один видите из поклонников риги собственно говоря и продает плоды местного так сказать производства Производство Мы сейчас находимся на острове параллель И идем в национальный парк который находится под защитой ЮНЕСКО Здесь как раз и находится тот самый сейшельский орех Мы его увидим сегодня Узнал я здесь конечно очень и очень много Мало того что это морская пальма Тут еще такие деревья с всевозможными там экзотическими видами вкусами, запахами В общем ребята если это все рассказывать на камеру это выйдет очень длинная на самом деле экскурсия Вот поэтому если у кого-то есть желание приезжайте на сейшельские острова парк ЮНЕСКО остров Праслин да и вы узнаете здесь побродите походите здесь столько всего растет столько всего просто ну вот не буду вас задерживать да перейдем дальше но мне как биологу было очень и очень интересно здесь я так втянула живо что у меня по лицу видно что я его втянула щеки вдулись ну и в принципе перед паромом нас сейчас на острове Праслин Прасли Прали привезли на пляж вот такой песчаный как и все на Сейшелах прекрасное океанический пляж индийский океан песочек причем песочек это мелко размолотые кораллы поэтому и вода такая чистая мути нету никакой потому что это меленько-меленько размолотые кораллы вот и заканчивается наше путешествие да мы вновь на острове Майя песочек или да 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 Продолжение следует... Продолжение следует...